как привлечь инвестиции где найти партнеров как защитить свои интересы верхникамская торгово-промышленная палата надежный партнер и помощник в создании и развитии и в эфире вин вин зум номер 288 тема сегодня не одинокий дворец хэштег в одним словом или как чусовская молодежь превратила заброшенный дом культуры в арт-резиденцию спикеры мария шумихина и ирина хрони чусовской городской урок выка . com art подчеркивание резиденции подчеркивание дк же мария ирина добрый день добрый день у вас длинные титулы у обеих потому что вы обе получается госслужащие да но здесь наверно больше идет речь о том что я муниципальный служащий начальник отдела молодежной политики туризма а ирина директор подведомственного учреждения директор муниципального бюджетного учреждения молодежный центр и одно из ваших любимых слов молодежь а я вот слово молодежь не люблю мне кажется старым и советским но сегодня наверное поспорить и расскажите почему слово молодежь классная ну на самом деле других ведь аналогов еще не придумали этому слову то есть у нас все кто я не знаю с 14 до 35 лет пока я не знаю если какие то еще другие формулировки как можно назвать человека в этом временном периоде вот но на самом деле действительно нас ирина древней объединяет как раз таки вот это слово молодежь мы не считаем его старым обычное слово такое же как и наверное все остальные наверное потому что мы работаем в молодежной политике вот и соответственно создаем все условия на территорическом городского округа чтобы наша молодежь чувствовала себя максимально комфортно и имела возможность саморазвиваться ну и реализовывать очень интересные смелые проекты такие как сегодня вы отметили арт-резиденция ДКЖ на сегодня аппарат и поговорим про наш вот этот кейс сейчас ирина снова зайдет вот начнем с этого заброшенного дворца советского да из другой эпохи совершенно когда и кому пришла идея что надо принципе его как-то всем миром восстановить а ну на самом деле дворец у нас действительно имеет очень богатую историю следующем году он отметит свой 100-летний юбилей а и дело в том что очень долгое время дворец принадлежал российским железным дорогам которые по различного рода причинам свое время решили от него ну так сказать отказаться взяли дворец на баланс администрации городского округа но если вы его видели понимаете каких масштабах идет речь то есть это действительно очень типовая такая советка постройка очень большая и внутри имеет как спортивную большую часть да со своим спортзалом так и культурную большую часть да с большой сценой а балконом есть большая дворовая территория парковочное место в общем это такое очень красивое монументальное здание центре старой части города и соответственно несколько лет она стояла так сказать некой консервации вот после чего конечно же она пришла в негодность то есть это и внутренние помещения все пришли в негодность и понятное дело что и крыша ну и дворовая часть соответственно вот мы на него внимание не обращали молодежь наверное до той поры пока в рамках федерального проекта поддержки малых городов непосредственно проект чужские атланты был выигран и соответственно в город часовое были привлечено более 70 миллионов рублей на реконструкцию улице ленина соответственно в рамках этого проекта обновился фасад арт-резиденции докажи ну тогда еще дворца культуры железнодорожников и заменена полностью крыша и тогда уже после этого молодежь обратила внимание на данное архитектурное строение мы уже начали постепенно заходить туда смотреть какие есть помещения начали мы с малого начали проводить сначала различного рода квесты почему потому что действительно очень ну так сказать интересная была обстановка внутри то есть пол разрушена полу такое ну где-то что-то уже разграблено где-то что-то отвалилось и так далее вот а ну и соответственно начали проводить ночные квесты вечерние квесты для молодежи для работающей молодежи для подростков студентов и соответственно постепенно привлекать внимание вот изначально была концепция создания в арт-резиденции музейного центра поэтому 2015 года там начали появляться первые музейные экспозиции это музей голового госпиталя потому что в годы великой отечественной войны именно в арте точнее в дворце культуры железнодорожников находился один из госпиталей директорического городского округа а ну и соответственно дальше история начинала развиваться это современные музеи то есть само здание по сути не функционировало на втором этаже начали появляться музейные экспозиции которые открывались по записи вот у них был отдельный вход соответственно они могли так сказать функционировать самостоятельно вот но нам все-таки удалось переубедить что действительно у нас горне чисто вон всего один молодежный центр которым руководить сейчас ирина это небольшое здание небольшое помещение вот точнее это небольшое здание у которого небольшие помещения внутри соответственно нам на наше количество молодежи, которые на сегодняшний день проживают на территорического городского округа, это очень мало. И мы уже подумали о развитии. И, соответственно, предложили как вариант создания молодежно-музейного центра, то есть объединить, так сказать, культуру и молодежную политику. Идея, так сказать, пришлась по душе нашей администрации. Соответственно, сейчас мы все делаем к тому, чтобы действительно арт-резиденция стала такой некой культурно-молодежной историей. Создаются новые музейные экспозиции, они современные, они интересные именно для молодежи. Ну и, соответственно, мы делаем все возможное, чтобы помещение, у них появился новый вид, современный, достаточно интересный, при этом сохраняя все то, что в данный момент было создано в ад-резиденции за много лет. Так, Мария, мы послушали как чиновницу, теперь послушаем Ирину как директора. У меня сегодня в вашем кейсе самое интересное, как две молодых девушки с помощью социального партнерства, механизма, преображают территорию, по сути дела. Ирина, думали ли, гадали вы, что вот этот старый дворец, вы вообще местная девушка, я просто не знаю, что когда-нибудь благодаря вам он родится в арт-резиденцию в 21 веке? Ну, на самом деле, мы очень рады, безумно рады, что арт-резиденция сейчас стала таким местом очень современным, очень уютным, и туда хочет приходить молодежь, и мы там действительно организовываем очень интересное и хорошее мероприятие. Продуктивное, самое главное. Как мы это делаем? Мы выиграли несколько грантовых конкурсов по социальному проектированию, первый, который... Так, первый главный секрет для преобразования территории нужно уметь писать гранты, да? Сколько вы там их выиграли? Я посчитала, там видел, где-то написано, 12-14 в сумме. Ну, где-то около этого, да. Но все равно без федерального финансирования не обойтись, там нужно сотни миллионов на ремонт, да? Ну, а все остальное, это ваши идеи, да, получается? Вашей команды? Ну, да, мы здесь работаем вместе с администрацией города, она нас очень поддерживает в этом плане, и всю молодежь, участкового городского округа, все ее инициативы. То есть, если мы заявились на арт-резиденцию, то, соответственно, все проекты идут сейчас туда. Ну, Ирина, помните момент, когда вы шли мимо этого старого здания, заброшенного, и когда-нибудь подумали, например, а вот сделать бы из него что-нибудь было такое? Ну, наверное, нет. Но то, что сейчас происходит, это прям, ну, вау. Ну, вот, Мария и Ирина, вот, если сформулировать в такой, в виде дорожной карты, чтобы с вас, например, люди взяли в других территориях, малых, например, это маленькие городки там, или даже поселки, где есть старые советские здания, чтобы потянуть десятки миллионов инвестиций и так далее, то есть нужно какой-то, чем-то заразить какой-то идеей, да, чтобы получить финансирование из федерального там, или краевое там, или областное, да, или какие-то гранты еще получить с разных уровней. Что нужно сделать, Мария и Ирина? Каждый может нам продиктовать секрет 1, 2, 3? Ну, на самом деле, на мой взгляд, самое важное, это выбрать целеполагание, которое, и вообще функционал этого здания, которое вы планируете реконструировать, потому что действительно, возможно, изначально это здание, ну, так сказать, ремонт помещений не двигался, так сказать, с мертвой точки. Почему? Потому что не было понятно. То есть это либо музейный... Да, то есть идеи не было, все начинается со слова, да? Да, да, то есть на самом деле нужно четко понимать, что это будет конкретно, да, то есть и понимать, кто это будет делать, потому что действительно, хотеть можно хоть что, можно хоть аквапарк захотеть и Диснейленд захотеть, да, но тем не менее, нужно понимать, кто это сделает и кто потянет. То есть вот на данный момент у нас очень большой блок, несмотря на то, что у нас собственность и помещение у молодежного центра появились сравнительно недавно, это не мешало нам развивать арт-президенцию ДКЖ на протяжении этих трех лет. Вот, соответственно, то есть мы на своих каких-то, ну, так сказать, добрых помыслах и вообще идеи, к которым мы двигаемся, чтобы закончить ее к 2024 году, вот, то есть мы непосредственно идем шаг за шагом, мы ставили себе цель, и это, я говорю, не от лица даже, возможно, администрации, а от лица просто молодого жителя участкового округа, вот, потому что, ну, несмотря на то, что я работаю в администрации, все-таки я являюсь работающей молодежью, тире, вот, поэтому... Язык вы уже освоили вот этот, чиновничий, хорошо, да, то есть нужно уметь говорить на языке власти, да, чтобы взять ее в партнеры. Ну, и нужно, понимаете, нужно, почему власть не может быть так же идейным основителем, ну, то есть в нашем случае я считаю, что это вот такая некая коллаборация, когда у нас идеи, так сказать, именно со стороны, может быть, даже где-то администрации, да, были приложены и поддержаны, то есть, на мой взгляд, как бы... А кто еще входит в социальные партнеры, местные предприятия входят, что они там добавляют? Нет, на самом деле, вот у нас местные предприятия в развитии арт-резиденции ДТЖ не участвуют. У нас это чисто грантовая история, то есть у нас то, что на данный момент идет наполнение, культурное и материально-техническое, это чисто грантовая история, то, что касается ремонтных работ, это чисто субсидийная история и местные вложения, то есть это выделение денежных средств из бюджета местного. Вот, соответственно, то, что вот сейчас мы выиграли большой проект, достаточно в рамках федерального проекта «Регион для молодежи» и программы «Активатор», да, возможно, вы слышали, что Пермский край выиграл достаточно большую, по-моему, 70 миллионов рублей, нет, больше, 125 миллионов рублей. У меня все герои мало, предприниматели, с чиновниками я мало общаюсь, но вот от вас услышал, да. Вот, то есть всего выделено 120, около 120 миллионов на развитие молодежной политики в Пермском крае, и как раз вошли пилотные территории, это часовой Соликанск. И на часовой, на арт-резиденцию ДКЖ выделено порядка только 10 миллионов на ремонтные работы и еще около 10 на событийную часть. Ну, то есть это чаще всего это участие у нас в грантовых конкурсах, это поддержка нашей администрации, соответственно, это та идея, которую мы сейчас продвигаем и которую поддерживает молодежь на разных уровнях. То есть мы, у нас теперь уже не так, чтобы мы ездим сами на грантовые конкурсы, на какие-то, у нас молодежь ездит на грантовые конкурсы и представляет арт-резиденцию уже вне зависимости от нас. То есть это в основном, самое главное, на мой взгляд, это цель и идея. А если ваша цель и идея будет соответствовать желаниям, ну, жителей, да, соответственно, вам легче будет это все раскручивать и позиционировать себя, пусть даже на уровне администрации. Сейчас Ирину спросим, у меня были интервью про социальное предпринимательство, там как раз главное понять социальное партнерство, то есть умение работать с властью, с грантами и еще социальное воздействие. То есть что мы хотим, как хотим преобразить территорию и, соответственно, как люди будут реагировать. Ирина, какие у вас, кого вы считаете своими партнерами вот в этом большом проекте? Ну, здесь в первую очередь, так как это молодежно-музейное пространство, здесь мы очень тесно взаимодействуем с музеем. Кого мы еще, с кем мы еще работаем? Ну, как сказала уже Мария, администрация, во все большие мероприятия, которые мы там проводим, это в первую очередь администрация, благодаря ей и как члены жюри, как первые лица. А творческие-то идеи, кто еще вам подает, кроме вас, Ирина и Мария, кто еще входит в этот совет, я бы сказал, творческий? Само молодежь. У нас некоторые проекты направлены от молодежи, они выросли именно от веброса молодежи. Давайте абстрактно, не молодежь, а вот еще интересно послушать, как, вот мне кажется, тоже социальный партнер ваш, да, у вас Российский союз молодежи и союз работающей молодежи, такие две организации, расскажите чуть про них, как они вам помогают? Российский союз молодежи, это местная организация в часовом, команда активной молодежи, которая готова организовывать мероприятия. То есть их лидеры, да, которые участвуют в ваших мероприятиях и предлагают, да, идеи. Они являются организаторами некоторых мероприятий, они являются активными участниками наших мероприятий. А как это назвать? Это партия политическая, молодежная, или что это такое, или просто объединение? Я про них слыхал, но просто ничего не знаю. Российский союз молодежи, некое политическое, молодежное объединение, точно так же, как и союз работающей молодежи. Союз работающей молодежи, именно Чусовской, он вырос, создался из Чусовской молодежи. Работающая молодежь, это по-старому кто? Это вот на заводах были разные комсомольские организации, видимо, да, типа этого что-то, да, или как? Ну, почти. Я не думаю, что, да, здесь можно привязываться к комсомолу. Я-то из Советского Союза, а вы-то уже не застали, мне кажется, по возрасту-то обе. Почему же застали? Нет, это работающая молодежь, которая от 16-18 лет, которая уже работает и желает что-то еще делать, быть причастным к каким-то хорошим делам и изменению Чусового лучшую сторону, помимо работы. Еще очень коротко, Мария, Ирина, сейчас Мария спросим, вот я подумала, что когда вот создается такое новое притяжение, пространство, да, это идет как бы новый повод приехать в гости, то есть внутренний туризм. Что у вас с этим, Мария, приезжают уже молодые к вам гости там из других территорий? Ну, на самом деле, да. Сейчас у нас, так как это, ну, место достаточно интересное и имеет определенную историю, вот, и на самом деле у нас еще есть несколько помещений, которые остались в том первоначальном виде, в котором мы еще пришли, то есть у нас ремонтные работы закончатся только в 2023 году, основная часть, у нас еще есть сцена большая, которая пока никак вообще, ну, она в том виде, в котором, как это сказать, она была, еще хуже, в общем, там интересный такой объект, вот, и, соответственно, очень многие люди приезжают посмотреть то, как было и то, как стало, вот, поэтому сейчас момент с туризмом у нас действительно очень развивается, потому что это не единственное, так сказать, ну, у вас там рядом горный курорт, горные лыжи, так что это, я не скажу, что совсем рядом, но, тем не менее, я, благодаря то, что это молодежно-музейный комплекс, и у нас есть три музейные экспозиции на втором этаже, туристические группы периодически к нам являются очень частыми гостями на нашей площадке, ну, и помимо того, что у нас в Чудском округе на сегодняшний день нет подобного плана вообще помещений, у нас проходят практически все большие форумы, мероприятия, какие-то важные встречи, они все проходят сейчас на базе арт-президенции ДТЖ. Еще Ирина коротко увидел я арт-музей, здесь подростки читают на образовательных практиках, получают навыки для создания собственной выставки, то есть прямо свои выставки могут организовать, тоже кто-то может приехать из Перми со своей выставкой к вам и у вас сделать, так сказать, на экскурсию, в смысле как, не на экскурсию, а со своими идеями. Нет, но тут я немножко перебью, потому что это не совсем направление Ирины, это на самом деле музей, так как я еще раз говорю, что у нас есть музей, мы не одни являемся собственниками здания, то есть у нас на самом деле самая маленькая часть помещения на сегодняшний день, мы пока просто энтузиасты, это проект музея, где не привлекая молодежь совместно создают музейные экспозиции, то есть это молодежь чужская, чаще всего это трудные подростки, и соответственно благодаря такому взаимодействию, так как в старой части города у нас очень много таких подростков, у нас вообще там и школа специализирована, есть и школа-интернат, и соответственно с этими ребятами создаются новые экспозиции, то есть они привлекаются для создания и дизайн-макетов, и формирования экспонатов, то есть что интересно, и направление тематики, соответственно. Ну Ирина, Новый год, люди приедут в гости в ваш город, зайдут к вам в Art Residence, что они могут увидеть там? Мы проведем экскурсию, на самом деле насколько уникальна наша Art Residence, также там будут проходить часть наших молодежных крупных мероприятий, поэтому с радостью ждем всех желающих посетить по часовой и нашу Art Residence. У меня был подобный разговор тоже с молодой девушкой, которая приехала из Перми в Чердинский музей, и там она тоже рассказывала про то, что благодаря вот этим Art всяким мероприятиям прямо приезжают пермские художники там что-то делают там все вместе, да. А у вас как? Есть какие-то планы привести разных людей? Мария, расскажешь про архитектурное бюро? Да, коротко уже. Да, у нас не то чтобы в планах, мы уже их привозим, у нас приезжают архитекторы и дизайнеры, и, соответственно, так у нас получается внутренне наполнить наше пространство, то есть мы все дизайн-проекты создаем исключительно в рамках совместного взаимодействия. Вот. Художники к нам не приезжали пока, вот, но различные деятели, некоммерческие организации, деятели молодежной политики, территории очень приезжают, очень любят часовой и посмотреть, как вот вы сегодня обозначили тему, да, как из заброшки можно сделать дворец. Вот это на самом деле сейчас очень актуальная тема в сфере молодежной политики, ну вот, поэтому очень многие эти территории этим интересуются. Ну вот, а начать можно, как у вас, сначала в этой заброшке проводить разные квесты метро-33. Да, как вариант, можно с этого начать. Ну вообще, лазер так. Что вы хотите в этой заброшке, а потом уже понимаете, соответственно, что мне и проводить. Ну вот, как раз это и было наш главный секрет в рубрике «Правила жизни и бизнеса», как из заброшки превратить ее в арт-резиденцию, нам сегодня рассказали Мария Шумихина, Ирина Хрони, еще Тосково городского округа, vk.com, art, подчеркивание, резиденция, подчеркивание, НДКЖ, наша тема, хэштег «Не одинокий дворец одним словом» или «Как честная молодежь превратила заброшенную культуру в арт-резиденцию». Мария, спасибо, удачи вам. Спасибо, до свидания. Как привлечь инвестиции, где найти партнеров, как защитить свои интересы. Верхникамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17. Субтитры создавал DimaTorzok